Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211-50-30. В эфире «Бьюти Тайм». Всем здравствуйте. Бьюти в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Бьюти-вечеринки – это не просто общение с приятными, красивыми людьми, но и возможность узнать что-нибудь новое из области моды и красоты. Одна из недавних вечеринок в третьем блоке была посвящена экспресс-методам коррекции фигуры. Тема коррекции фигуры в ожидании пляжного сезона является наиболее актуальной для обсуждения. На этот раз ее решили поднять в формате бьюти-вечеринки в творческом пространстве «Третий блок». В качестве спикеров приглашены стилист, специалист по детокс-питанию, а также директор Центра красоты и здоровья Евгения Ивановой – богиня. Криолиполис – это самая новейшая методика без операционной липосакции. Вакуум всасывает складку жировую, и вот эти пластины, они очень сильно охлаждаются, и с помощью холода жировая клетка распадается. Естественным путем жировая клетка выводится из организма через лимфосистему. Это 25-40% жира уходит. Многие женщины боятся делать эту процедуру, так как думают, что это больно. Анастасия лежала в течение 40 минут, читала новости в интернете, делала селфи, но при этом она худела. Неприятных ощущений нет. То есть 40 минут воздействия на жировые клетки проходило без ее какого-то физического участия. Стройное тело всегда подразумевает проявление силы боли и упорную, а порой даже изнурительную работу над собой. Однако современные технологии процесс достижения идеальных форм значительно упрощают. И еще одна методика, которую презентовали гостям бьюти-вечеринки – кавитация. Кавитация – это тоже безоперационный метод липосакции. Здесь у нас есть такая насадка кавитации. Это ультразвук. Он разбивает жировые клетки путем ультразвука, также выводится через лимфосистему. Очень эффективно будет, если вы будете сочетать кавитацию и криоли полис. Наверняка многие девушки замечали, когда начинают делать тренировки или правильно питаться, уходит вес отовсюду. С щек, с груди, да, и не уходит с живота, с боков, да, и с каких-то проблемных зон. И этот аппарат позволяет убирать этот жир и при этом не насиловать свой организм. К вопросу обретения и поддержания красивого тела стоит подходить комплексно. Эффект от жиросжигающих процедур стабилизируется и будет радовать вас дольше при грамотном подходе к уходу за кожей и питанию. Чтобы эффект процедур был намного лучше, нужно придерживаться правильного питания. И самое хорошее, когда мы делаем разгрузочные дни. Ну, я рекомендую раз в неделю это делать. Сейчас девушки активно готовят их к пляжному сезону и хотят, чтобы тело было в порядке. Важно, чтобы кожа тоже выглядела идеально. Использовать крем солнцезащитный нужно для того, чтобы не происходило фотостарение. Это очень важно, потому что в период активной инсоляции кожа очень быстро старится. Помимо в прямом смысле слова физического обретения красивого тела, существуют способы визуальной коррекции силуэта. Этот вопрос в компетенции стилиста. Есть несколько способов коррекции фигуры с помощью одежды. Вот самый мой любимый – это удлиненный жилет. Когда длина жилета достигает середины колена, и за счет вот этих двух вертикалей впереди фигура любая, какого бы размера девушка бы ни была, она всегда вытягивается. Потом можно использовать брюки, джинсы или юбки с завышенной талией. Это всегда отлично создает правильные пропорции. У вас верх становится очень хрупким, ноги становятся длинными, соответственно, все объемы, они как бы вытягиваются в длину, и визуально ваша фигура начинает казаться стройнее. Чтобы силуэт всегда вызывал восхищение, предпринимать меры для обретения и поддержания стройности стоит не только в преддверии лета, а ввести в категорию полезных привычек. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. К детскому творчеству можно относиться двояко. С одной стороны делать скидки и многого не требовать, с другой задавать планку и с ранних лет приучать к высокому мастерству. Взять высокий рубеж взялись руководители школы классического танца и студии живописи «Градиент». Вместе со своими воспитанниками они решили провести ежегодный отчетный концерт, синкретизировав танцы, актерское мастерство и изобразительное искусство. Уже стало хорошей, доброй традицией совместное отчетное предприятие школы классического танца и студии живописи «Градиент». Наш спектакль сегодня иллюстрируется полностью ребятами «Градиента». Сегодня это наш эксперимент, это наша проба пера. Мы ввели в школу классического танца дополнительный урок «Актерское мастерство». Детки полгода занимались, тренировались, репетировали, пробовали показывать свои эмоции. Надеемся, сегодня на сцене мы увидим шикарный, потрясающий детский спектакль. Свои работы молодые художники презентуют не только в оформлении спектакля, но и в формате выставки. Потому как в студии практикуется презентовать свои работы в конце каждого занятия. Мы совершенствуем, конечно, свои навыки, а детки уже просто более комфортно себя чувствуют. То есть мы за это время изучили анималистику, мы изучили человека, да, то есть мы еще больше портретов написали, еще больше пейзажей. К нашей выставке мы написали акриловые произведения, то есть деткам это было не так просто, но вот они постарались и все смогли. Для создания мультижанрового спектакля к педагогическому коллективу присоединился театральный режиссер Ксения Кузнецова. За основу сценария взяли известное произведение «Замок лгунов». Мы назвали его «Замок выдумщиков». И, собственно, он о том, что если будешь слишком много выдумывать, то потом так запутаешься, что будет сложно выбраться. Но в конце у нас хайпинг. Дети изначально пришли, они были такие вот прям школы классического танца. Когда они выполняют какое-то упражнение, их останавливают что-то сказать, они сразу останавливаются слушать. Как прям не хватало какого-то вот элемента вольности, да. А под конец они прям так раскрылись, так раскрылись. Сегодня у нас детский танец, у нас классический танец, эстрадный танец, современный танец. Получается, вот и актерская игра. Самое сложное – это все объединить. Это объединить, и, наверное, в этом году для нас самое сложное – это выпустить малышек трехлеток, которые еще боятся, переживают, и, наверное, еще пока не могут понять, что такое сцена. Вот это, наверное, самое сложное. В принципе, ничего тяжелого в плане того, что разные возраста, просто нужно правильный подход к каждому возрасту. Общий язык пришла со всеми словами. С самыми маленькими, с ними очень классно работать на самом деле. От них очень много энергии получаешь. И таким образом просто, ну, хватает энергии на всех. Сложная идея отчетного спектакля оказалась по плечу юным артистам, ведь вера в них и поддержка родителей, а также профессиональный подход педагогов, как оказалось, способны творить чудеса. Кстати, школа классического танца и студия живописи открывает набор на новый учебный год. Империал Фэшн. Собираем безупречный гардероб, женственные платья и ультрамодный спортшик. Самая модная обувь и аксессуары итальянских дизайнеров. Империал Фэшн. Из Италии с любовью. ТРК «Фокус», третий этаж. В кинотеатрах «Киномакс» все фильмы за 99 рублей до 11 утра. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Информационный портал доктора «Диплекса» мояноваяжизнь.рф Елена Мирон. Итальянская одежда с расширенным размерным рядом. Сезонная распродажа. Скидка 50% на новую коллекцию. Проспект Ленина, 65. Это «Бьюти Тайм». Далее в выпуске несколько стильных комплектов из коллекции наступившего сезона. Лето. Даже если оно не радует жарой, все равно предполагает частые прогулки. И многие другие поводы для пребывания на свежем воздухе. С модной точки зрения это означает торжество спортшика. Стиль, который возник в 80-е и снова стал популярным несколько сезонов назад. В коллекциях 17-го года этот шик более сдержанный. Нет того обилия поэток и страз. Но все же присутствуют детали, заимствованные из вечерней моды. Еще одна характерная особенность этого неформального стиля – наличие принта, не имеющего отношения ни к спорту, ни к ламуру. Сдержанная цветовая гамма придает новому спортшику элегантную расслабленность. Другими словами, в этом сезоне дизайнеры сделали все, чтобы в расслабленной обстановке мы чувствовали себя свободно, а выглядели эффектно. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске новая серия проекта «Преображение», посвященного современным методикам снижения веса и омоложения. Рубрику представляет Центр эстетической косметологии и коррекции веса «Эстетик-центр». В прошлой серии проекта «Преображение» наша героиня прошла промежуточную диагностику состояния кожи лица, которая показала положительную динамику. Кожа стала увлажненной, разгладились мимические морщинки, пигментные пятна стали менее заметными и в целом повысился тургор кожи. Но для достижения наилучшего результата Ольга продолжает курс рекомендованных процедур и сегодня она отправляется на электропарацию. С помощью электропарации мы достигаем следующих эффектов. Это приобретение четкого контура овала лица, разглаживание мелких морщинок и в том числе уменьшение глубины более крупных заломов. Мы достигаем осветления и устранения гиперпигментации на вашем лице. Также с помощью электропарации мы достигнем остановки всех ваших воспалительных изменений на лице. Процедура электропарации предполагает введение препаратов в кожу под воздействием низкоинтенсивного импульсного тока. Он помогает открыть ионные каналы эпидермиса на всех его слоях и облегчает проникновение полезных веществ. Какие ваши ощущения, Ольга? Пока я не видела себя в зеркало, но ощущения приятные. Процедура безболезненная? Безболезненная, кожа гладкая. Далее по плану – альгинатная маска. Само название это средство получила благодаря альгиновой кислоте, которая содержится в морских водорослях. Перед маской наносится сыворотка с гиалуроновой кислотой, так как альгинатная маска усиливает впитывание активных веществ. Альгинатная маска, принцип ее действия в том, что она обладает очень множеством разных эффектов. Это такие, как подтяжка лица, очень хороший лифтинг-эффект. Плюс она именно что уменьшает выраженность сосудов, куперов, которые у нас имеются, очень хорошо увлажняет кожу. Показана при всех типах кожи. Альгинаты также обладают противовоспалительным действием, укрепляют и подтягивают кожу, закрывают поры и увеличивают поступление кислорода. Кожа сразу же становится гладкая, ощущения приятные. Итоги проекта «Преображение» мы подведем уже в следующей серии. Ольга расскажет о результатах программы омоложения и снижения веса, а также о своих впечатлениях об обновлении. Я поставила себе цель, ну, минимум 8-10 килограммов. После посещения Центра эстетической косметологии «Эстетик-центр» Елена чувствует себя моложе. Качество «Эстетик-центр». Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Соне Кривой 30. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelican74.com. Запись на экскурсии по телефонам 264-6109-214-59-99. В кинотеатрах «Киномакс» все фильмы за 99 рублей до 11 утра. Свадебный сезон характеризуется не только, собственно, церемониями бракосочетания, но и многочисленными выставками и презентациями, которые происходят накануне. В нашем городе пошли дальше и организовали конкурс «Красоты среди невест». Его итоги далее в выпуске. Большинство девушек еще в детстве начинают фантазировать на тему своей свадьбы. Но жизнь складывается по-разному. Кто-то уже вот-вот получит статус замужем, а кому-то еще только предстоит встреча со своим принцем. Благодаря проекту «Невеста года» примерить на себя роль невесты может абсолютно каждая. В рамках данного проекта мы набрали участниц для того, чтобы показать им, что такое настоящая невеста в рамках состояния души. Нам не важно, была участница невесты или она будет. Сегодня у нас финал будет проходить в стиле сказки «Красавица и чудовище». И у нас они – это не хореографические номера, а это реально настоящий мюзикл. Девочки пробовали, экспериментировали. Было очень интересно за этим наблюдать. Сегодня мы посмотрим итог. Мне очень нравится везде участвовать, во всяких проектов. И вот поэтому решила и проявить себя в «Невесте года». Ну, во-первых, нам помогли раскрыть себя за счет фотосессии. Проводили мы фотосессии утром невесты и главный день невесты. Соответственно, мы прочувствовали, что такое почувствовать себя невестой с самого утра и до конца вечера. Попробовали собирать букеты, занимались флористикой. У нас были различные мастер-классы. Я будущее, я не вставала, пусть у меня будет свадьба. Я узнала очень много новых советов. Я поняла, что в всех отношениях делали так. Потому что у нас было много мастер-классов, на которых мы разбирали как раз таки все дали наших отношений. Мне уже делали предложение не раз, но как-то до свадьбы у нас не доходило. И появился проект, где я могу прочувствовать, правда, вот этот образ и уже наконец-то решиться в следующий раз пойти, правда, к алтарю и сказать это заветное слово, да. Я считаю, что каждая должна поучаствовать в таком мероприятии, как участвуем мы, потому что это несравнимо. Я себя ощутила сегодня на невестой, но не столько невестой, насколько я себя ощутила королевой сегодняшнего вечера. С каждым годом подготовка к свадьбе занимает все больше и больше времени. Если раньше счет шел на неделе, сейчас подготовка от нескольких месяцев до года считается нормой. Вообще, конечно, стоит держать фигуру в форме всегда. Потому что у нас же все любят за две недели. Это очень тяжело, долгая работа, кропотливая. Я рекомендую обязательно заниматься с тренером, потому что это очень ответственное событие. Раз в жизни бывает, у кого-то два, но я все-таки придерженец, что один. Подготовка невесты складывается намного заранее, если накануне необходимо заранее договориться с мастером, идти на пробную прическу. Более воздушные, более мягкие прически, более актуальны сейчас. Ну и некоторые делают классику. Это лакированные, гладкие, холодные волны. Можно сказать, что участие в этом проекте являлось своего рода репетицией подготовки к свадьбе. Девушки почувствовали себя настоящими невестами. Желаем, чтобы их свадебные мечты как можно скорее стали реальностью. Скоро в «Бьюти Тайм» проект «Мое новое тело». Об идеальной фигуре мы говорим с точки зрения генетики, эндокринологии и косметологии. С практической точки зрения важно, конечно, знать гены, но еще важнее уметь управлять ими. На основе генетических исследований специалисты подбирают индивидуальную специальную программу, которая позволяет наиболее эффективно запустить процессы выделения и детоксикации в организме. Смысл всех этих анализов заключается в том, что не только в том, чтобы сказать, есть ли у человека риск ожирения или нет. Я не думаю, что он будет очень рад услышать о том, что у него есть риск ожирения. Он хочет знать, как этого избежать. Три точки зрения на детоксикацию организма в проекте «Мое новое тело». Все выпуски «Бьюти Тайм» на нашем сайте bt31tv.ru, на наших страницах в соцсетях и YouTube-каналах «Бьюти Тайм» и «Бьюти Тайм ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211 50 30. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Дизайн аксессуаров Ольга Трофимчук. Редактор субzin Luis Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...